Довольно для каждого дня своей заботы. Довольно для каждого дня своей заботы. Что, будучи прежде утверждено, самыми делами его легко было принимаемо, а что он свое учение о бесстрастии к земному доказал самыми делами своими, то послушай, что он говорит. «Сын человеческий не имеет, где преклоните голову» и не довольствуется одним только собственным примером. Но и в учениках представляет нам тот же пример, когда и им внушил не заботиться о земном и не допустил ни в чем нуждаться. Но смотри, его покречение превышает нежность всякого отца. Заповедуя это, говорит он, не для того, не для иного чего, как только для освободения вас от излишних забот. Потому что если ты сегодня будешь заботиться о завтрашнем, то опять и завтра тебе нужно будет заботиться. Итак, к чему излишнее? Чтобы сильнее тронуть своих слушателей, Христос олицетворяет на самое время и представляет его как бы обиженным и вопиющим против напрасной обиды, которую они учиняют ему. Ты получил день для того, чтобы заботиться о принадлежащем ему. Для чего же возлагаешь на него и попечение другого дня? Уже ли забота о себе не составляет для него достаточного времени? Для чего же более надлежащего отягощаешь его? Но когда это говорит законодатель наш и будущий судья, то подумай, какие утешительные он подает нам надежды, когда сам представляет жизнь нашу столь бедственной и трудной, что и попечение одного дня может нас озлобить и сокрушить. Итак, не будем заботиться, от забот своих мы ничего не получим, кроме того, только что они развлекут нас. Если Бог подаст нам все нужное, заботимся ли о том или не заботимся, и при том подаст скорее тогда, когда мы не заботимся, то какую пользу доставляет тебе твоя суетливость, кроме того, что ты казнишь самого себя? Заботится ли о пище тот, кто идет на пышный обед? Запасается ли питьем тот, кто идет к источнику? И мы, имея у себя благо лучше и обильнее, нежели сколько воды в потоках и брашен на вечерях, то есть промысл Божий не должны заботиться и молодушествовать. Сверх вышесказанного Спасителя для возбуждения в нас несомненного упования во всех вещах на промысл Божий представляет еще и доказательство, говоря, ищите же прежде Царствие Божие, и это все приложится вам. И это все, о чем говорится, о пище и о деянии. А сегодня говорят, и остальное все приложится вам. То есть имеете в виду остальное, что есть. Этого нет, не остальное, а это все, о чем он говорил. Удалив от нас всякую мысль об излишних заботах, Христос упомянул и о небесах. Он для того и пришел, чтобы разрушить древнее и призвать нас к лучшему Отечеству. Потому он все делает, чтобы удалить нас от излишеств и от пристрастия к земным невещам. Для того язычников упомянул, сказав, что этого ищут язычники, которые весь труд свой ограничивают настоящей жизнью, которая немало не рассуждает о будущности и не думает о небесах. А для нас должно быть не это важно, но другое. Мы не для того ведь сотворены, чтобы есть, пить и одеваться, но чтобы угодить Богу и получить будущее благо. И так усиленно и заботиться и молиться о земном не должно. Потому спаситель и сказал, ищите же прежде Царствие Божие, и это все приложится вам. И не сказал, даны будут, но приложится, чтобы ты знал, что настоящее благо ничего не значит в сравнении с величием будущих. Потому-то Он и не повелевает просить настоящих благ, но просить иных благ и надеется, что и те присоединятся к этим. Итак, ищи благ будущих и получишь настоящее. Не ищи видимых и непременно получишь их. Аминь. Аминь.